Центры защиты прав граждан справедливой России созданы, чтобы помогать людям. И в этот непростой год их работа была особенно необходима. Сегодня прошел онлайн-форум, в котором руководители центров делились своими успехами за 2020 и тем, за что еще нужно побороться. На связи 65 регионов. Сергей Миронов поприветствовал участников. Вы очень четко перестроились. Я бы даже сказал так. Если бы у нас в стране все на всех уровнях работали так четко и слаженно, как работали и работает у нас Центры защиты прав граждан, но мы с вами жили уже в другой стране, то есть самое, про которое мы говорим, что мы хотели бы, чтобы справедливая Россия стала не только названием нашей партии, а и самой судьбой. За это вам всем огромное-огромное спасибо. За год было принято и обработано почти 38 тысяч обращений, а выигрыш по делам граждан составил более 1 миллиарда рублей. Одна из побед СЗПГ – снижение тарифов на вывоз мусора. Состоялось и было возможно благодаря нашему центру. Вообще, я хочу сказать, что у нас довольно-таки кропотливую работу проводят несколько регионов в этой части. Кулок, Красноярск, Брянск, Самара, Саратов, Пусков. На встрече также обсуждали прошедший госсовет, а именно поправки в градостроительный кодекс. Политик отметил, что теперь есть право отъема собственности, и человек может лишиться жилья за 90 дней. Справедливая Россия категорически против этого и будет продолжать борьбу с несправедливостью. Центры защиты прав граждан также будут держать данную тему на контроле. Продолжение следует...